Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами поговорим о необыкновенной Арктике. Арктика занимает примерно шестую часть поверхности земли. Это не только вода, лед и вечная мерзлота, не только особый животный и растительный мир, это еще и гигантская природная кладовая. Точных границ у нее нет, принято считать, что арктические области начинаются за северным полярным кругом, воображаемой линией, севернее которой солнце зимой перестает подниматься над горизонтом и наступает полярная ночь. Давайте вспомним, что такое зимнее и летнее солнцестояние. Зимнее это когда на нашей планете наступает самый короткий день. В северном полушарии, где мы живем, зимнее солнцестояние приходится на 21-22 декабря. Чем ближе эта дата, тем полярная ночь длиннее. В Мурманске, например, солнце не восходит со 2 декабря до 11 января. Полярная ночь. Не обязательно полная темнота все 24 часа. Просто солнце не поднимается над горизонтом. Если мы в это время окажемся недалеко от полярного круга, то весь день для нас будет состоять из сумерек. Но чем ближе к северному полюсу, тем полярная ночь темнее и длиннее. На самом полюсе она тянется 176 суток. Есть еще летнее солнцестояние, самый длинный световой день. У нас это 21-22 июня. В Арктике в это время солнце не заходит за горизонт. Оно описывает круг вдоль его линии. Наступает полярный день. Немного южнее полярного круга он может длиться до двух суток. А на северном полюсе полярный день самый долгий. Более 6 месяцев. Примерно с 18 марта до 26 сентября. А что там за красный, синий и зеленый мох? Спросил маленький умка, разглядывая необычное явление, внезапно возникшее на небе. Это не мох, это северное сияние, ответила мама медведица. А с чем его едят? Спросил умка у мамы. Его не едят, им любуются, ответила она. Редко, но все же бывает, что полярное сияние видят намного южнее арктических широт. В том числе в средней полосе России. В старину люди, для которых это было в диковинку, говорили, что сияние в небе – гнев богов, что оно предвещает катастрофы, эпидемию, голод, войну. Русские поморы называли полярное сияние с полохами от слова «палашить», то есть тревожить, беспокоить, поднимать тревогу. Во время сияний небо может быть огненно-красным, как при пожаре. На самом деле, главным источником полярных сияний является солнечный ветер. Когда на Солнце происходит вспышка, а это случается довольно часто, оно излучает мощный поток заряженных частиц – протонов и электронов. Со скоростью света они летят к нашей планете, попадают в верхние слои атмосферы, сталкиваются там с атомами разряженного воздуха, передают им свой электрический заряд и заставляют светиться. Полярные сияния могут быть неподвижными, могут пульсировать, иметь вид ленты, люги или складок гигантского небесного занавеса. Самая крупная арктическая птица – это белая полярная сова. Она и холода не боится. Эти птицы начинают размножаться еще в марте-апреле при 20-30 градусном морозе. Сомка откладывает яйца в небольшую ямку, выстланную травой или пухом, и после этого уже не слетая с гнезда. Через 32-34 дня появляются птенцы, а еще через 50 дней они уже начинают летать самостоятельно. Полярная сова – сильный и неутомимый хищник. За год она съедает более 1600 лиммингов, ловит зайцев, мелких хищников, птиц. Если очень голодная, может питаться и рыбой, и та же падалью. Но есть одна интересная особенность. Полярная сова никогда не охотится вблизи своего гнезда. Всегда отлетает как минимум на километр. Поэтому сообразительные птицы охотно селятся поблизости от сов лучшей охраны от других хищников. Им не найти. Млекопитающих в Арктике намного меньше, чем птиц. Всего около 30 видов. Самый крупный – белый медведь. Это настоящий полярный голиаф. Длина тела взрослого зверя почти 3 метра. Вес доходит до 1000 килограммов. При этом белый медведь удивительно лобок и подвижен. Он может быстро бегать, легко лазает по торосам, замечательно плавает и ныряет. Причем одинаково хорошо видит и на суше, и под водой. За один раз белый медведь способен проплыть почти 80 километров, пробыв в ледяной воде более 12 часов. От холода мишка защищает 10-сантиметровый слой подкожного жира. Есть у него и другие антиморозные приспособления. Подошвы медвежьих лап покрыты шерстью. Пальцы на лапах соединены плавательной перепонкой. И шкура у него особенная. Все шерстинки внутри губчатые, а в середине каждой плотный стерженек. По нему, как по суперсовременному световоду, тепло солнечных лучей проходит к коже и согревает медведя даже на скупом арктическом солнце. Встречаются белые медведи чаще всего у кромки льдов. Здесь им легче найти добычу, тюленя или нерпу. Льды движутся под влиянием ветра и течений, поэтому постоянного места жительства у хозяина Арктики нет. Он кочует вслед за ледяными полями. Доходит и до Северного полюса. На белом снегу медведь почти не заметит. Выдать его могут только черный нос и черные глаза, поэтому он их прикрывает лапой. Притаиться на краю лунки не шелохнется, зато уж если повезет, за раз может съесть килограммов 40 тюленевого мяса. Иначе нельзя для жизни в Арктике белому медведю или кану нужно много энергии. Кто из полярных обитателей может поспорить с силой с хозяином Арктики белым медведем? Животное морское, ластоногое, крупное, длина почти 4,5 метра, вес до 2 тонн. Старину этих гигантов называли морскими конями, лошадиными китами и даже морскими покемотами. У нашего героя есть удлиненные клыки, настоящие бивни длиной 60-70 сантиметров. Торчат из-под щетинистых усов и будто предупреждают. Не стойте слишком близко. Но, конечно же, это морж. Тяжелый, неповоротливый, одетый в толстеную шкуру, которая на морозе так дубеет, что ее не берет даже гарпон. Он так силен, что связываться с ним ни один медведь не рискнет. В природе у моржа есть только один враг – косатка, да и то лишь в море. А зачем ему такие бивни? Это долгое время было загадкой. Бивними морж, как плугом, вспахивает морское дно. Там, под толстым слоем ила, прячутся моллюски, любимая пища арктических пекемотов. Абсолютным чемпионом Арктики по размерам греландский или полярный кит. Его длина может достигать 22 метров, вес 100 тонн. Есть у него и фирменный знак – высокий на 6 метров двойной фонтан в виде латинской буквы В, который кит выдыхает, когда выныривает на поверхность. Кормятся эти плавающие горы планктоном, крошечными рачками, затягивают их вместе с водой в пасть, а потом отсыживают воду сквозь усы. Эластичные 4-х метровые пластины с волосистой бахромой, свисающие с верхней челюсти. Вода уходит, а пища остается. За день таким манером кит собирает почти тонну корма. Плавает кит медленно 7-8 километров в час. Кит – животное чуткое, заметит опасность – нырнет. Под водой он может пробыть полчаса, а если ранен и напуган, то и дольше, но выныривать, чтобы подышать, все равно придется. Гренландского кита занесли в Красную книгу России. Эти небольшие грызуны размером чуть меньше крысы, с коротким хвостом, прекрасно освоили арктическую тундру. Зимой можно увидеть на снегу протоптанные ими тропинки, а весной, когда тысячи лиммингов высыпают из своих норок погреться на солнышке, в тундре от них рябит в глазах. Иногда лиммингов называют еще северными пестружками за пеструю окраску шерсти, золотовато-бурую, с темными и светлыми пятнами. Интересный у них режим дня. Один час кормятся, два часа спят. Потом опять час кормятся и опять два часа спят. И так круглые сутки. Но на самом деле они довольно агрессивные. Например, не терпят присутствия сородичей, свои жилища лимминг устраивает на некотором расстоянии от других норок. И с соседями часто дерется. А если видит человека, то ведет себя смело и даже задиристо. Прыгает навстречу, поднимается на задние лапки, хватает зубами протянутую палку и пронзительно верещит. Правда, это мало кого пугает. Поэтому лимминги – основная пища многих северных животных и птиц. Они их ловят и летом, и зимой. В зимнюю спячку лимминги не впадают. Под плотным снеговым покровом они находят и корм. Разные веточки, корешки и засчитывают в юге морозов. Один раз в два-четыре года, если зима случается относительно теплой, а разливы реки и озер невелики, лиммингов рождаются особенно много. Норки попадаются на каждом шагу. Розовая чайка Впервые в арктической тундре ее увидел английский ученый Джеймс Рос. Произошло это в 1823 году. Неизвестная птица поразила Роса своей внешностью. Казалось, она несла на своем оперении отблеск солнца. Вся каюта, где он рассматривал свою находку, как будто заполонилась нежным розовым светом. Родиной живой легенды Арктики оказался северо-восток Сибири, заболоченная тундра в низовьях рек Яны, Индигирки, Колымы. Книстятся розовые чайки на очень небольшой и труднодоступной территории. Туда даже на самолете сложно добраться, негде приземлиться. Иногда розовые чайки залетают и в другие края, но очень редко. В Западной Европе, например, за последние сто лет, их видели всего шесть раз. Не все ее загадки разгаданы. На своей малой родине розовые чайки появляются в конце мая, а уже в конце июля вместе с подросшими птенцами они улетают со своих гнездовий. Но отправляются не на юг, как многие другие кочующие птицы, а на север, к ледовитому океану. Что с ними происходит дальше, как они переносят арктическую зиму и долгую полярную ночь – загадка. О природе Арктики, о жизни обитателей мы узнаем благодаря путешественникам и ученым. Они плавают на огромных суднах-ледоколах. Как вы думаете, почему судна называют ледоколом? Вода в северном ледовитом океане замерзает и покрывается льдом, поэтому судну приходится раскалывать лед, чтобы проплыть. На островах и во льдах Северного ледовитого океана работают научные станции. Ученые-путешественники живут в специальных палатках. С собой они перевозят различные приборы, благодаря которым измеряется температура, а также исследуются животные Арктики. По суше передвигаться помогают собаки. Это специальные породы собак, северные лайки. У них густой мех, который защищает их от холода. Ученые изучают повадки животных не только на суше, но и под водой. Они ныряют специальными водонепроницаемыми фотоаппаратами и видеокамерами в воду и снимают животных. Благодаря деятельности этих храбрых и отважных людей, которые не боятся снимать свирепых медведей и огромных горбатых китов, мы с вами имеем эти замечательные фотографии. Арктика – это необычная красота. Снежная пустыня, льды, дикие животные, да и само ощущение пребывания на центральной точке планеты в Северном полюсе оставит неизгладимое впечатление на любого человека, побывавшего в этом регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...